На территории Украины и Донецкой и Луганской Народной Республики идет полномасштабная война. Сражаются-то славяне друг с другом. Тут нет межнационального конфликта. Здесь идет столкновение двух миров. Западного и славянского мира. Когда насильственные попытки вогнать нас в рамки и в правила и законы западного мира, попытки отсечь нас от памяти наших предков, от корней наших, и попытки заставить нас смотреть на мир через призму западного мира, естественно, они вызвали полное отторжение и неприятие. И на этой почве возник конфликт, который украинская хунта попыталась задавить с помощью оружия. Они не ожидали, конечно, что глухой ропот, скажем так, обычно молчащего Донбасса, перерастет в открытое столкновение, при котором украинская армия будет практически уничтожена. И 4 сентября так называемые перемирия, эти Минские соглашения, они, скажем так, на излете и на пике энтузиазма, на пике военных успехов были остановлены наши войска. И дальнейшее развитие событий могло бы пойти совсем по другому сценарию. А что ополченцы думают по поводу этого? Они крайне отрицательно относятся к этому, крайне отрицательно. И некоторые прямо заявляют о том, что было предательство. Скажите, пожалуйста, мы часто называем эту войну войной с фашизмом. Да, да, это одно из названий. Война с фашизмом, война с нацизмом, война с рабовладическим строем, с феодальным строем, который развился, буйным цветом расстрел на территорию Украины. Посмотрите, была каста неприкасаемых, те, которые были у власти, причем даже при небольшой власти, за 23 года вот этой так называемой независимости создалась такая ситуация, когда при маломальской власти находящийся чиновник, не говоря уже о, скажем, да, так называемой элите. Вот я ее называю всегда через букву «э» элита, потому что по большей части там люди далеко не цивилизованные, которые привыкшие жить в своем мире, они создали свои законы. Они создали свой мир, вот, а остальные люди, 90% населения, для них просто была пыль и грязь на них на сапогах или там на туфлях. Мнение народа абсолютно не учитывалось, людьми манипулировали. Проводились прекрасные эксперименты по манипулированию общественным сознанием, которое привело к тому, что сейчас на данный момент 70% населения Украины, вопреки очевидным фактам, вопреки действительно очевидным фактам, они верят, что на территории Луганской народной республики присутствуют российские войска, какие-то там спецназовцы, какие-то там непонятные люди, и то, что там происходит поголовное изнасилование, убийство, издевательство над верным народом, поедание младенцев, ну, в общем, вся то. Мы же знаем, что примерно такая картина происходит там, где стоят войска украинцев. Вот я же и говорю, вопреки очевидным фактам. То есть они перебирают события? Абсолютно. И причем, значит, тяжело переубедить людей, даже вот с родственниками общаются ополоченцы, которые же родственники проживают на территории Украины, вот когда они им говорят, что, пожалуйста, ну приезжайте, посмотрите, у нас здесь, ну, нет того, что нет, вы там все сепаратисты, убийцы, вы там негодяи, мерзавцы, все поголовно, вот. Западные журналисты приезжают, вот ко мне в подразделение, очень часто приезжают журналисты, в том числе иностранные. Я абсолютно открыт, я позволяю ребятам, съемочным группам находиться внутри подразделения, общаться с кем они пожелают, с кем захотят, как бы и ради бога, пожалуйста. А скажите, какая мотивация у русского ополчения? Защита русского мира, защита земли русской, и в том числе, пусть это не покажется там, да, пафосным или там, это действительно защита духа нашего, вот именно сути нашей, нашей правды русской, вот, и памяти предков в том числе. Когда двоих моих дедушек, которые воевали, один из них погиб в 43-м году, а второй дошел до Будапешта, в Великой Отечественной войне, когда пытаются меня заставить думать о том, что они являлись оккупантами, когда навешивают ярлыки на более чем 2,5 миллиона украинцев, да, граждан Украинской Советской 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 Республики, которые погибли в войне с фашизмом, и на них навешивают ярлыки о том, что они были оккупантами, негодями, мерзанцами, там, или там, марионетками Москвы, то, поверьте, это, ну, неприятие, это мягко сказано, вот, и попытки заставить, естественно, не аргументированно, когда пытаешься с людьми с этими, да, зомбированными, там, да, или пытаться, ну, убедите меня, я человек разумный, аргументируйте свои заявления, докажите мне, что это, то есть, ваши заявления являются правдой, нет, крики, вопли, переход на личности, ну, это традиционно, это... Истерия. Истерия, да. Война еще предстоит, война тяжелая, и, значит, ну, не приходится рассчитывать на дальнейший мирный исход какой-либо вот этой военной кампании. Дело в том, что Порошенко попал в такую ситуацию, когда ему нужно продолжать войну в обязательном порядке, по той простой причине, чтобы отвлечь массы людей, граждан Украины, вот, от тех проблем, от тех серьезных проблем, в том числе в экономической сфере, в экономической сфере, которая сейчас возникла в связи с войной, и, опять же, вот этой дикой истерии, русофобии, вот, позиции украинских властей, назло маме отморожу уши, да, а у них вот эта вот, скажем так, голова забита всем этим мусором, о том, что здесь русские, российские войска, вот, о том, что здесь творится полная вакханалия беззакония, вот, о том, что здесь настоящие террористы, которые отрезают голову младенцев, а потом жарят их на завтрак, обед и ужин, и едят. То есть это тоже одурманенные люди? Абсолютно. Американская пропаганда? Это жертвы пропаганды, вот, чистейшей воды. А на земле где? А вот все практически промытые мозги, и, ну, часть из них верят, пока не попадут к нам в плен, да, вот, либо пока не пообщаются. Еще в самом начале войны, вот, когда украинские войска входили в маленькие населенные пункты, это у нас достоверная информация об этом, есть люди простые, их спрашивали, для чего вы сюда приехали? Они говорят, мы приехали в защиту от российских войск, а где вы их здесь видите? Ну, нам так сказали, командование доведено. Причем, значит, по большей степени в украинских войсках сами подразделения отрезаны от внешнего мира, вот, только доносится до них информация до рядового состава, которое выгодно украинским властям, значит, пропагандистские приемы, штампы, вот, вот это вот все муссируется, это все вкладывается в голову, и вот мотивация. Денежной мотивации там нет. Вот, Национальная гвардия, это нагнали туда по мобилизации, вот еще одно, как бы, нарушение, кстати, мобилизация по законам объявляется при введении военного положения, введении активной, ну, войны настоящей. Но Украина ни с кем не находится в состоянии войны, военное положение не объявлено, нарушение, прямое нарушение закона объявления мобилизации, так называемое. А мобилизуются туда люди под разными предлогами и зачастую эти насильственного характера, как бы, ну, то есть, говорится о том, что либо ты идешь в тюрьму, либо ты идешь у Нацгвардии, да, либо, вот я беседовал с одним из пленных, Валерий Халаринец, у него фамилия такая, вот он из Ровенской области, по-моему, водитель БМП, который вот остался в живых и был пленен в боях под населенным пунктом Смелая. Вот мы с ним беседовали, у него мотивация была такая, пришел представитель военкомата с сотрудником милиции, и сказали, тебе нужно идти в армию, он говорит, я не пойду, он говорит, ну, значит, тогда ты сядешь в тюрьму, а мы создадим здесь на месте такие условия, что не твои родственники, не твоя жена не смогут устроиться на работу. И твои два сына, одному, по-моему, 9, второму 12 или 13 лет, вот, они просто умрут с голодом. Один из пленных, который был, находился у меня, вот, он говорил, что он скрывался на Майдане, совершил тяжкое преступление, разбой, по-моему, или грабеж, ну, что-то типа такого, вот, скрывался на Майдане, но на него вышли, вот, и сказали, хочешь, не будет никакого уголовного преследования, то есть, спишем эту статью. Естественно, захотел, ну, иди добровольцем в Айдар. Ну, конечно, человек пошел, то ли дело сидеть там, вот, 7 до 12 лет за разбойное нападение, то ли дело пойти повоевать, побеспределить там, вот, и как вы думаете, моральный дух какой будет в этих, тем более, а плюс еще ко всему, смотрите, по большей части, ведь формирование еще очень много людей, которые были на Майдане, то есть, ситуация, когда тоже наиболее пассионарная часть населения, которая участвовала в активных этих протестных, а попросту были использованы для совершения государственного переворота в Украине, в ноябре-феврале месяце, вот, значит, их отправили, как пушечное мясо на фронт, и задача уничтожения вот этой части населения, да, активной части населения, прослеживается в действиях военачальника украинских, не считая с потерями, без каких-либо там, особых согласований, войска, значит, вернее, личный состав посылается, в буквальном смысле, на верную смерть, без какого-либо снабжения, в том числе материального, там, какого-то там, едой, боеприпасами, 32-й блокпост знаменитый, ставший знаменитым в последнее время, типичное тому подтверждение, когда украинские военнослужащие пили воду из луж, потому что снабжения никакого не было. Ну вот. То есть их полномерно уничтожают, чтобы они не повернули свои штыки. Да, и сейчас приходит осознание, среди части военнослужащих украинских войск, приходит осознание, вот именно реальности этой ситуации, когда их просто гонят на убой. Вот. Они понимают, что их обманули на Майдане, потому что на Манеже все те же остались, вот произошло переформатирование Верховной Рады, все те же лица. Вот. Люди понимают, что их обманули, люди понимают, что их погнали на убой. Вот. Естественно, они хотят разобраться с этим, но попав на фронт, значит, естественно, они скованы по рукам и ногам, значит, правила там устава, значит, дезертирство нарастает, а те непокорные части, которые хотят повернуть свое оружие, пойти разобраться с олигархами в Киев, они уничтожаются карательными батальонами. это не так. Академия, это не так. Продолжение следует...